Привет, мои хорошие! С вами Селена Сэй, и сегодня я расскажу вам о моих покупочках, которые были сделаны уже в моем городе Ростове-на-Дону, после моего приезда из Москвы. С чего мы начнем? В основном одежда, хотя нет, еще я забежала в Пикс Прайс, и что-то новенькое для себя там нашла, хотя в Пикс Прайсе уже ничего, мне кажется, интересного нету, и ничего меня никак не может удивить. В общем, из того, что я купила, это обязательно белые маечки, давно нам хотелось ее купить, в этот раз H&M я одарила своим присутствием и закупилась у них как следует. В общем, такие белые маечки по 500 рублей, какие-то 500, какие-то меньше. В общем, белые майки, они всегда, короче, в тренде, они всегда под все подходят, и на лето они вообще замечательно, под что-нибудь поддеть и так далее. Купила себе вот такие интересные брючки вообще, они так классно сидят, широкая резинка, прям я опускаю на бедрышки, я очень люблю на бедрах носить. Вот такой красивый серый цвет в крапинку, немножечко мотня у них такая висит, как бы, ну совсем немножко, я не люблю когда сильно. Чуть-чуть приуженные такие к низу, но не сильно приуженные. Они очень свободные, очень легкие, даже в жару вот я их одевала, и они были очень круто. Также я купила вот такие брючки, тут мотня чуть-чуть пониже еще висит, но здесь ткань такая идет, знаете, легкая, прям легкая, мне кажется, в ней будет прохладно летом даже, да. Она тоже такая легенькая резинка, которая не сильно давит. И вот такие вот интересные у нас брючки, и тоже они немного занижены к низу. Мне кажется, что сейчас очень актуален, и вот этот вот цвет, расцветочка такая в тренде у нас. Поэтому, думаю, подойдет. Как раз белая футболочка, белые кеды и вот такие вот тапочки. Вообще, мне кажется, замечательные были. Она также купила себе вот такую синюю, хотя синий цвет я не очень люблю, что-то почему-то, думаю, почему бы и нет, одну кофточку не купить. Она была, тем более, на распродаже. Она такая легкая туника, вот она. Она коротенькая, с поясочком, вот таким вот. То есть мы ее одеваем как-то как квадрат, знаете. Вот, и она будет... Мне кажется, что цвет этот... Ну, нет, неплохо. На лето. Она такая прозрачная, вообще легкая, из какого-то ситца как будто сделана. Очень легенькая. В общем, вот такая кофточка туника. Из вещей еще у меня... Я там же купила вот такой вот наборчик домашний, в котором спать. Тоже мне очень нравится. Смотрите, какая пижамка, такая кофточка. Тоже очень легкий, хлопковый, какой-то нежный материал. И такие же шортики. И представляете, какая я буду милашка вот в этом костюмчике. Вот такой вот. Теперь вот буду по дому ходить, летом, рассекать. Также я купила очки. Хотя эти очки я, по-моему, купила перед тем, как отправиться в Москву. Или нет? Или да? Да-да-да. Может быть, я вам их показывала? Ну, по-моему, я их вам не показывала. Но вы все это видели у меня в коллекции моих очков. Ну, просто кто не видел, вот такие вот очки интересные. Вот такие вот они стильные. Вот я их купила в Ростове. Еще я купила очень много чехлов в фикс-прайсе. Кстати, тоже вам о них, по-моему, не говорила. Очень много чехлов там есть для очков. Вот у меня коллекция очков моих, да? Я там накупила этих в фикс-прайсе чехлов для очков, и все. И просто теперь могу кидать их по машине, и ничего с ними не случится. Также, значит, я забежала в фикс-прайс. И что я там купила? Значит, мешки для мусора. Большие на 120 литров, на 60 литров. Потому что для мусора... Мусора скапливается очень много. Я не знаю, я такая маленькая девочка, а мусора так много. Не знаю почему. Также я купила карандаши для своих племянников. Вы видели, может быть, я купила раскраски 3D, я во влоге показывала. Вообще такая находка. Но я еще отдельное видео о них сниму, прям вообще об этих раскрасках. Потому что это очень круто. И как я поняла, что вообще многие в первый раз вообще слышат и видят такую вещь. Хотя она уже как бы давно, мне кажется. Также в фикс-прайсе я купила ножичек. Потому что у меня всего два ножа, и бывает, что они оба грязные. И вообще хочется вот что-то такое вот интересненькое, красивенькое. То есть я купила такой... Лимончики на нем нарисованы. Мне кажется, прикольно. Потом купила вот такую подставочку под горячее. Потому что тоже был у меня момент, когда мне приходится использовать дощечку мою деревянную, на которой я режу. И также я купила вот такую досточку. Досточку в фикс-прайсе. Раньше не обращала внимания, у меня есть две досточки. Одна досточка, которая тоненькая, тоже с фикс-прайса, но она быстро испортилась. Вторая досточка деревянная. Я, в принципе, их всегда любила. Но храню я доски возле умывальника. И там сырость. В общем, они портятся. Они портятся. Деревянные какие-то заусенцы получаются. Там я переживаю, что в еде оказывается. Моется как-то не очень. Мне кажется, что там остается что-то. Остаются какие-то моменты. И, в общем, неприятно к ощущению. Поэтому я взяла вот такую вот досточку. Она сзади на вот таких вот штучках стоит. Она стеклянная. Я думаю, что она вот действительно будет мыться тогда. Не будет царапаться, не будет гнить у меня от воды. И многое другое. В общем, я попробую и рекомендую. Просто когда я ездила в Москву, у моих родственников, там вот такая вот досточка. О, и нам сразу звонят. Сейчас отвечу. Звонила моя мамулька. Сейчас я ей перезвоню. Потому что я, в принципе, показала все мои покупочки в Ростове. После того, как я приехала. Будет что-то новенькое. Но это уже будет у нас далеко в июне. Глубоко. В конце июня, наверное, буду снимать видео покупок. А поэтому я с вами прощаюсь. Если было что-то интересное из покупочек. Если мой образ сегодняшний вам понравился. Ставьте лайк. Как вы видите, я сейчас снимаю при дневном свете. Почему-то мне понравился. Если кому-то нравится такой дневной свет, я буду таких видео тоже снимать чаще. Я стою, а не сижу, как обычно. Тоже ставьте лайк. Пишите в комментариях, если что-то заинтересовало. Что, сколько стоит. Где купила. Обстрастные эти ссылки там и так далее. И хотя, в принципе, все сказала. И что еще? Что еще? Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok